Девушки отдыхают Командирские часы создавались специально для военных У часов был прочный, влагонепроницаемый корпус В темноте светились цифры А задняя крышка была сделана из антимагнитной стали На случай ядерного взрыва Дмитрий носит командирские часы Вовсе не потому, что он военный А потому, что он дизайнер современных командирских часов Вот у Дмитрия Галилео и узнает Почему легендарные часы не боятся влаги, пыли и ударов А еще нам интересно От чего же зависит их точность? Отправимся на часовой завод И первым делом посетим цех, в котором делают платину Нет-нет, вы неправильно поняли В нашем случае платина это не драгоценный металл А основа часового механизма Ее вытачивают из латунных пластинок На пластине, размером с пятирублевую монету Станки проделывают больше сотни отверстий Затем в отверстия вставляют рубины Камни, правда, искусственные Но для часового механизма Это настоящая драгоценность Чем больше камней в часах Тем они точнее и прочнее Почему? Смотрите Колесики и стержни, которые постоянно движутся в часах Вызывают трение Чтобы движущиеся детали не стирались Их укрепляют на камнях Рубинах, сапфирах или гранатах Камни выполняют роль невероятно прочных подшипников Поэтому детали механизма не изнашиваются И часы не отстают Итак, из небольшой латунной пластины Мы получили готовую основу для часов Фаршированную искусственными рубинами Двигаемся дальше И попадаем в цех невидимых деталей Смотрите, станки работают А деталей не видно Наваждение какое-то Хотя, если приглядеться То кое-что рассмотреть можно Крохотные детали Размером с крупинку риса Вы не поверите Но это Самая большая частица Которую смогла разглядеть Наша камера Просто фантастика Таких микроскопических деталей в часах Двести одиннадцать штук И все они вытачиваются станками Но и это еще не все Дмитрий попросил у мастера Одно крохотное колесико Сейчас его можно будет Как следует рассмотреть С помощью проектора Этот аппарат Увеличит деталь часов В сотни раз На микроскопическом колесе Оказывается Есть зубцы Это шестеренка После того, как все детали готовы Они отправляются в цех сборки А по какому принципу Вообще собираются часы В шестнадцатом веке Галилео Галилей В честь которого названа наша программа Заметил Что подвешенный груз Делает шаг Через одинаковые отрезки времени Галилео предложил Использовать принцип маятника В часах Механическую энергию Необходимую для хода Часы получают от маятника Или от главной пружины Когда мы заводим механические часы То скручиваем эту пружину Когда она раскручивается То через систему колесиков Передает энергию в сердце часов Колесо баланса Именно оно двигает стрелки по циферблату Внутри баланса находится пружина Которая тоньше человеческого волоса Из килограмма особого сплава Можно сделать пятьдесят километров такой проволоки Баланс Самая главная деталь часов Если его собрать неправильно Часы будут ходить не точно Или вовсе встанут Кстати, если вы уронили часы И они перестали ходить Скорее всего поломался именно баланс Сейчас самое время ответить на главный вопрос Почему командирские часы Не боятся ударов? Да потому что баланс Защищен амортизатором Смотрите Во время удара у часов ломается Хрупкая ось баланса В момент падения Она упирается в камень И деформируется Если же сверху на камень поместить пружину То она вернет его на место И ось баланса не пострадает В сутках Восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд Именно такое количество И должны отчитывать Правильно идущие часы Чтобы добиться точности Все двести одиннадцать Часовых деталей Собирают вручную Над каждым экземпляром часов Трудятся пятьдесят пар рук Как минимум Но программа «Галилео» Не ответила еще На один важный вопрос Почему же командирские часы Не боятся влаги? Говорят, в них можно погружаться Под воду Аж на двести метров Секрет кроется В защитном экране Из органического стекла Когда, например Диверсант-подводник Опускается на глубину И водная масса давит На выпуклое стекло Из-за давления Стекло распрямляется И упирается в корпус часов Делая конструкцию Еще более герметичной Заключительный этап Проверка всех собранных На заводе часов Их тестируют На герметичность И точность хода Вот в этом барабане Изделия проводят Несколько часов А потом запираются в сейф Через сутки Их снова вращают в барабане И так две недели Если за это время Часы будут врать Больше, чем на двадцать секунд Они отправятся на переделку После посещения завода Дмитрий поверил в неуязвимость Своих командирских часов Еще больше И решился на невероятный эксперимент Вы уже догадались Что сейчас будет Дмитрий проверит Выдержат ли часы Двухтонный автомобиль Это немыслимо Но механические часы Продолжают ходить Вот это техника Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok